Продолжаем курс, который мы начали вчера. Подправил этот план, так что нужно больше соответствовать, потому что у нас получится. Вчера мы обсуждали, в основном, кажется, только первую часть, в которой был эффект беспорядка, в первую очередь эффект локализации, потому что у нас все равно я объяснил, что из квадратного эффекта это славная локализация, которая будет в планах поправки в проводимости, и которые могут становиться сильными, что происходит в низкоразнабельных системах. В принципе, система достаточно большая, но, как условно, иногда и быть ненастяжимым, например, система слишком чистая, но в принципе, примерно преднамерные системы, в текущем, когда мы будем обсуждать информацию, что происходит, но и не всегда, и не всегда, я вчера говорил, что бывают ситуации со спиной орбитальной взаимодействием, когда и в двумерных системах бывают металлические состояния, даже как динамическое пределение, и сегодня еще больше о ненам говорить, еще интересные ситуации. А, кроме того, система более высокой размерности, в другом мире, происходит переход металлоизолятора, когда изменяется концентрация металлоизолятора, то есть грязная система является изолятором более чистой металлоизолятором. Это вот то, что было вчера. И теория поля, которая это описывает, называются сигма-моделями, которые есть эффективные теории поля, описывающие эффекты лужиализации, позволяющие про них понять качественные качества. Хорошо, теперь мы двигаемся дальше. И вторая часть у нас будет связана с эффектами электронно-электронного взаимодействия. И это, наверное, в основном будет вот эта лекция. А третья часть будет называться, значит, «Симметрия и топология», где, значит, будут рассказы о селевремене, насиликацию немножко и проэффекты. Самое главное здесь будет про топологические эффекты. Программа «Преффект-фолы», потом про систему с непорядочными дираковскими фермионами. Вот надеюсь, что будут вносить фермионы. А вот это эффективные принципы дираковского фермиона. Я думаю, что здесь активные включаемые системы, какие есть какие-то компрессионные и классические залеты. Хорошо, значит, теперь я покажу, что вот этот человек взаимодействует. Раскачиваем сейчас, чтобы было. С одного, можете вспомнить, что будет. Хорошо. Значит, каким эффектом приводит, мы обсуждали вчера, система? Забыть про взаимодействие. Хотя я упоминал, что взаимодействие важно, потому что оно приводит к этому времени дефейзинг, это ауфий, который обрезает квантовые поправки. Но теперь мы об этом поговорим побольше. Значит, каким эффектом приводит электронно-электронное взаимодействие? Значит, в очень широком таком плане можно разделить эффекты электронно-электронного взаимодействия на два класса. Это эффекты, прям можно сказать, эффекты перенормировки и эффекты, связанные с реальными процессами, или в данном случае они называются первым словом дефейзинг, дефейзировка. Отличие на техническом уровне, на физическом, состоит в том, что первый класс эффектов связаны с виртуальными процессами. Частица может пойти в какое-то состояние, которое, в принципе, я не достижил, например, и виртуальными процессами дает поправки. Вот такого рода виртуальные процессы могут переводиться к перенормировкам. Отличие здесь они виртуальные, потому что в частице нет электронной ненужной энергии, потому что в этих процессах перенос и перегачи энергии большая, в сравнении с температурой. Все частицы живут в полоске, в электронной полоске, в черной температуре. Эти эффекты становятся сильнее, когда понижается температура, и оказывается, что они могут прибежать сигулярно в пределе маленьких температур, ровно так же, как то, что вчера происходило с эффектом локализации. Классическими являются работы Альшулера и Аронова. Портрет Аркадьев Аронова, кстати, вчера уже был в контексте вот этих теорий экспериментов с цилиндром, великий ученый классик. В этой области Ленинграда, выстрелили в Германии, к сожалению, его брали уже 55 лет. В 1994 году очень много сделали этот область. Один из основателей. Сacau астана тушилудь из-за большихisel десять investigations Но где-то оно кажется, Я хочу говорить. Теперь мы наиболее любим значимальным классом ин éléments в порядке. Получается невwerомным гердивным наиболоком онлайн, Фермы жидкостных перенормировок, знаменитый эффект Кондо. Я немножко, наверное, если успею, скажу про вазежинскую жидкость и про степенные перенормировки. Так называемый эффект симулярности на краю фермы, который важен в поглощении. В общем, есть много эффектов, которые близки под опыт. Второй тип эффектов связан с реальными процессами, просто с процессами неупругого рассеяния. Один электрон налетает на другой, а не сталкивается его с другими. Это означает, что электрон выходит из своего исходного состояния, уходит. И тем самым те эффекты интерференции, о которых я говорил до этого, были соответствия. И это дает вот это время Тауфи, время Дефейзинг, которое обрезает квадростью попросту. И то, в общем, мы готовы на протяжении,005. И это все, потому что значит, что практически мы не знаем. Тауфи, время Дефейзинг. И это, конечно, был ошибок, но не отлично или нет. Так что, конечно, есть систематика этих диаграмм, но эти две прозрачки, это было одно — обменные и фокусские диаграммы. Значит, то, что в них вот эти заштихованные части — это диффузоны. Вот здесь надо представить, что вот здесь такая лестница нарисована, вот здесь такая же лестница, и здесь лестница, и вот эти три изнутри линии. А всё, что добавлено здесь на самом деле — это ещё есть один элемент, и это линия взаимодействия. То есть это, в принципе, поправки первого порядка по взаимодействию проводимости. Но при наличии разного образом нарисовано прямой степени, которые происходят от соединения по беспорядку. И опять же, диаграммы отопраны так, что они однопетлевые в смысле эффективной теории. Вот здесь можно даже увидеть вот эту петлю, которая стечёт на месте. Теперь я просто чуть-чуть покажу про вычисление, пример одной из таких диаграмм. Они скажут, к чему это приводят. Вот такая, как мы уже видели, аптеку. Вот эта диаграмма для проводимости стандартных ток, превершенный ток-ток. Линейный отклик. Ток на приложенное электрическое поле. И то, что я здесь добавил, снова элемент — это вот эта волнистая линия, это линия взаимодействия. Она будет здесь или может быть так нарисована. Понимаете, все учесть. И дальше, как говорят, это всё может быть одето примесными линиями. Примесные линии можно рисовать по-разному. Но, как я вчера объяснял, что лестничные диаграммы — они главные. Так же и здесь. Но это тоже, на самом деле, лестница. То есть линия по-другому нарисована. Понятно, лучше это лестница. Так, как было нарисовано на предыдущих раз. Дальше, такого рода диаграммы вычисляясь. Давайте я по физике скажу, что вообще происходит. Что за физические процессы. Физические процессы, в общем, такого типа, вот эти нумеровки, что это означает. У вас есть какие-то примеси. Они есть случайный потенциал, на котором электрон рассеивается. Теперь, когда есть эти примеси, приводят к тому, что в пространстве происходит некоторое перераспределение электронной полности. Ну, естественно. Ну. Ну, это очень сложно, потому что примесей много, это какая-то примесивка. Теперь электроны. Если есть взаимодействие, то электроны рассеиваются в любом самих примесях, но и на других электронах, которые перераспределили за счет примесей. Поэтому надо учесть совместные эффекты растения на примесях и учесть эффекты растения на этих электронах. И вот такого типа эффекта и приводит к изменению рассеяния на этих случайных потенциальных изменений и проводимости. Такого типа эффекта тут выучить. Теперь технически такая диаграмма вычисляется примерно так же, как то, что мы вычисляли вчера. Тут опять же есть элементы, которые диффузованы, которые такие медленные модули, которые, говорят, маленькие импульсы, маленькие частоты. И быстрые элементы, эти вот эти электронные линии, которые соответствуют фермерским импульсам. Поэтому происходит точно такое же разделение масштаба при импитрировании. И результат оказывается. Я покажу просто ответ по оправкам проводимости на какой-то частоте. Посмотрели, что это выглядит практически так же, как результат, который мы вчера получали для оправки от слабого. Это тоже интеграл ДКУ. Да, вот это ДКУ в скобочках. Это имеется в виду, что это ДКУ делить на двойки в степени Д. В общем, это элемент интегрирования по импульсам Д-мерного пространства. Делить на ДКУ в квадрате. И, опять же, мы видим то же самое. В Д-мере мы получаем эгорифмическое введение. Но в других размерностях степенное. И если размерность ниже двойки, ну, в реальной жизни ниже двойки бывает единица. Я могу сказать, что это будет ровно уже. То мы имеем расходимость на маленьких КУ, инфракрасную, но которая обрезается вот этой самой новикой, которая связана с частотой. Таким образом, мы опять имеем поправку, которая эгорифмическая в Д-мере, и сингулярное, скажем так, намерение, то есть будет единица на коренье зона в пределе омега к нулю, если вы умеете проводить на нулевой частоте, то поправка вверх и это расходуется. Ровно так же, как она расходилась от слова. Это совершенно похоже. Похожий результат, хотя физика другая совершенно. Физика разная, ответы не похожи. Но они совершенно не идентичны, и они совершенно по-разному чувствуют. Могу не опорим. Поговорим. Да, это было, значит, как функция частоты, но на самом деле то же самое получится, если поправка к проводимости изучать эту функцию температуры, или низкой температуры. У меня технически это означает, что можно использовать те, кто на Субаре диаграммы, но ответ будет тот же самый, а именно так же трудно ведет все вопросы. А, скажите, предыдущий образователь можно показать еще почему? А, скажите, это вот точный результат? Выучили взаимодействие? Оно привело к тому, что эта лотализация осталась. Насколько точно вы его учитывали? А что вы не учитывали? Честно. Я, во-первых, не сказал, осталась лотализация или нет. Я сказал, что есть такая же поправка, но я, опять, не сказал, какой знак этой поправки. Я сейчас говорю, да? Понятно, что очень важно, какой у нее знак. Если оказалось, что у нее знак другой, и она забивает его, то, возможно, да. Такое бывает, и я, практически, не знаю. А, кроме того, разумеется, то, что вот сейчас здесь рассчитано, это только однопетлевая поправка. Во-первых, это однопетлевая, а во-вторых, претрубативная поправка. Значит, если ситуация окажется такая же, то, что поправка маленькая, но в той области, где она мала. Ну, малае, значит, наверное, все правильно. Оно можно будет сочетать с травой петлей, а оно будет еще меньше. Это будет лидирующая поправка. Но вместе с той, вот, со слабонопрессом. И так, в большом количестве случаев, хорошая, достаточно чистая система, так оно и есть. Теперь, если же система кажется такая, что у нее затравочная проводимость не очень высокая, так что эта поправка будет с ней сравниться, то это означает, что что-то может произойти. И мы, в частности, одной из этой лидериза. Ну, например, для начала можно хотя бы сделать одну группу, о чем мы говорим. Ну, что-то, конечно. Ну, вот это поправка. Теперь, вот то, что я говорил про знак. На самом деле, есть два вклада. Я вам говорил, две прозрачки с диаграммами. Одни были обменные, а другие хатерские. Ну и, как обычно бывает, вклады одни в противоположные зоны. И это, конечно, не обменные. Вот и, в частности, есть коэффициенты. Да, есть вот эта поправка, которая перед собой имеет некоторый коэффициент. И у него есть два вклада. Один идет от обменных диаграмм, другой от хардкерских. И этот подмен, так оказывается, что вообще ни о чем не зависит. А вот эта хардкерсть зависит от этой константы, которая есть первая. Одна константа, которая характеризует силу взаимодействия. Да, это написано для… Потому что ни от чего не зависит, это потому что это написано для какого у нас взаимодействия, когда оказывается, что отдельный член не знает. Вылетает за этот электрон. От силы взаимодействия как бы вылетает за того, что она имеет большую одиннависть. А здесь стоит константа, которая знает, как силы полностью взаимодействия. И эта константа может быть разной. Ее можно менять. Ну, если менять, например, концентрацию. Это самый простой способ. И оказывается, что если эта константа достаточно большая, по-моему, она нормально отрицательная, то вот этот член может… А, ну да, тут так написано, что вот это все вместе отрицательное. Что это все вместе при понижении температуры… Да, написано так, что при понижении температуры мы делаем фунт, становимся отрицательным. Значит, вот это дает отрицательный вклад, короче. Обмен дает отрицательный вклад, а это дает положительный вклад, как проводилось. Если эта константа достаточно большая, то этот положительный вклад может быть отрицательным. И тогда поправка взаимодействия будет как-то антивакторизующей. Кое-то уже было. И мы увидим, что она может даже преодолеть слабую локализацию. Хорошо. Теперь, да, эти поправки от взаимодействия замечательно тоже наблюдаются в эксперименте. И я сейчас покажу одну картинку, на которой видно и слабую локализацию, и поправку от взаимодействия. А именно картинка, которую я уже показывал. Это, кстати, картинка из экспериментов Савченко, который замечательный ученый и вообще москвичный. Много лет работал в Англии в изотеле и совершенно неожиданно умер в прошлой году и счастье совершенно в расцвете силы и активности. О, нет, просто в этом. Вот. Да, значит, что это за... Что здесь показано? Это я напомню. Это магнитное сопротивление. Это магнитное поле, а это сопротивление двумерного электронного газа. Полуровневого структура. Значит, вот на маленьких магнитных полях мы видим вот этот вот печок, который становится все выше и выше при понижении температуры этого человека. то есть тем, что вот эта более высокая, более низкая температура. При понижении температуры он увеличивается, и это потому, что время дефейсинга становится все длиннее и длиннее, и эта слабая позиционная поправка может все больше и больше развиться. Вот этот вот амплитуд, вот эта вот слабая позиционная поправка. Теперь вот эта часть здесь, она тоже, как вы видите, зависит от температуры, сильно при низкой температуре. И это как раз поправка за счет взаимодействия. Это взаимодействующая поправка. Она вот так видна в магнитном поле, можно сочетать, какая она будет в магнитном поле, и окажется, что она должна в магнитном поле вести себя как в F в квадрате, что здесь и происходит. А коэффициент перед ней будет как раз тот самый логарифм, который был там посчитан, но и можно проверить, что это коэффициент перед ней. Вот если, собственно, я сделаю нужным образом себя вывели в веществе эти точки. То есть эти поправки слабая позиционную, и вот это можно разделять, например, при совершенно разном поведении в магнитном поле. Это слабая позиционная просто убивается магнитным полем, и это наоборот. Множится. То есть в той ситуации, когда эти поправки являются как бы все понятно, они хорошо контролируют, хорошо изменяют эксперименте, и дают понимание, что в принципе происходит в этой системе. в том числе. Да. Такого же типа эффекта есть не только в проводимости, но и в некоторых других наблюдаемых, например, в так называемых туннельной плодности состояния. Туннельное плодное состояние – это означает, что вы меряете туннельный ток к электроду, к системе тупросов, относится к электродам типа такой иголочки, через которую можно тумулировать. Прикладываете напряжение по отношению к тупросову и смотрите, какой будет ток. Ну, в ситуации, когда ток маленький, то есть когда там сопротивление большое. Ну и в первом напряжении вы ожидаете, что будет сопротивление такой, конечно, дайте и показывали «одальник». Если на пов voi Looking OK – это Game0000. Так у нас есть сопротивление. Есть сопротивление, notoriety, колеком стималей и поверальным помогут напряжением, То есть, в Particularlyhenve, напряжением Недум enthal信-loc тоже к «Bosons». И он становится меньше из-за такого же типа эффектов, при этом я не буду называть словом «zero-bys», «en-o». Если я даю куда латижем слижу, то там в одном мире эффект очень сильно выражен, даже в его отсутствии примесей, просто за счет взаимодействия. Здесь это комбинированный эффект взаимодействия и несмотря на то, как видно из диаграммы. Это было пока про небольшие поправки взаимодействия, но теперь что произойдет в ситуации, когда мы находимся вблизи Амбросовского перехода? Такой эффект взаимодействия перехода металлоизоляции, когда я еще не идет о поправках. Значит, во-первых, как это изучается? Изучается это с помощью геногруппы. Геногруппы была разработана для этой задачи взаимодействия Финкельштейна в 83-м году вчера. А, в каких ситуациях взаимодействие играет роль именно по праву, а в каких ситуациях, вот какой должна быть ваша система, чтобы мы говорили об эффектах взаимодействий как о сильных, а в каких случаях можем говорить как о поправках? Хорошо, значит, вот эти поправки как слаболокализационные, так и вот эти взаимодействующие, о которых я говорил в этих диффузионных… Пока мы же, речь шла о диффузионных системах, значит, эти поправки были поправками по, так называемым, параметрам 1 на G, G – это вот этот безразмерный контактанс. Если это двумение, например, то контактанс – это то же самое, что просто проводимость. То есть эта проводимость безразмерная, значит, его надо сравнивать с E1H – 25 кВт. То есть, если сопротивление системы на квадрат немного меньше, чем 25 кВт, это означает, что это хорошая металлическая система, и в ней все эти эффекты будут сравнительно маленькими поправками. И это вот то, что было на картинке. Если же вы создаете систему, в которой сопротивление приближается… Контактанс, в общем случае, другой раздается… Приближается вот к этому кванту, к квантовому значению кода, то все эти эффекты у нас становятся очень сильными, и, в частности, вы можете наблюдать переходами того-то ряда. Да, значит, вот завтра будут лекции Финдельшейна, как-то переход сверхуроводник изолятор. И это… там… к кем у это тоже относится, там тоже переход происходит тогда, когда сопротивление СРМ… Да, хорошо, значит, вот я сказал, что у Финдерштейна были развиты эти самые сигнал-модели с взаимодействием. Каков эффект взаимодействия, бывает по-разному, насколько он ваш. Это зависит от класса симметрии, системы, я уже говорил, что может быть нарушена, не нарушена симметрия относительно обращения времени, есть спин орбиты, нет спин орбиты, а также характером взаимодействия, а именно краткодействия или это кулонская взаимодействия. В жизни, конечно, взаимодействие обычно кулонская, например, если у вас в виде нумерной системы есть экранирующий электрод, то оно может стать дополнительным, а может стать эффективным и краткодействующим. Бывают простейшие ситуации, может показаться, что взаимодействие с существующими губами просто иррелевантно, так как будет, например, нарушен спин и взаимодействие краткодействующим, и это означает, что и критическая точка, и критический индекс просто не изменяются взаимодействия. Может оказаться релевантным, есть ситуация, когда он оказывается релевантным, но фазовый индекс, и меняет критический индекс, но не меняет фазовую диаграмму, это не просто релевантным, это также приводит к новой фазу, например, делается с аудиторией методом. Если есть такая слабость, то есть и самая, например, для того, чтобы показаться релевой методом, как у вас играет на форме, то есть, например, критический индекс тоже не изменится, но фазовая диаграмма не меняется. И, наконец, может быть ситуация, когда она не просто релевантна, а даже приходит в новую фазу, например, делается изоглядным методом. И такой пример тоже. Это был самый интересный пример, когда не нарушен спин и, как это не важно, какое взаимодействие. Значит, теперь как выглядит соответствующее, я не буду писать даже самого действия, сигма модели, вообще, наверное, случится взаимодействие. Значит, что получается из ее нормативного анализа? Получается уравнение, сцепленное уравнение для того, как текут беспорядок и сила взаимодействия. Раньше у нас перенормировалась только сила беспорядка, а теперь перенормировалась еще сила взаимодействия. Вот это t, это 1 на g, это обратный контактант. То есть это безразмерное сопротивление. А вот это γ2, это некая мера взаимодействия. Ну, собственно, она вот так вот связана с силой взаимодействия, тем самым она бывает, понимает, значит, нет, в ряда единиц. 0, если взаимодействия нет, и 1, если она несконечно сильная. Получается, два нити сцепленных уравнения. Да, n там, то есть нужно было, это написано в пределе большого числа долин, а, ну, в частности, в кревле долина 2, ну и, по-видимому, это к нему уже достаточно хорошо вносится. И это обобщение анализа долин с герой. И плюс, там еще, это 1-петлевые, на самом деле, уравнения. Да, мне нужны, они сцепленные. t и γ2 перенормироваются. Значит, вот этот член единичка, этот беспорядок перенормируется сам через себя. Это то, что было вчера, это была слабая локализация. Вот эти два члена, этот и вот этот, уже происходит перенормировка беспорядок через взаимодействие. Благодаря взаимодействию. Это вот то, что мы обсуждали сегодня. Эльшиллер Аромов, он уже перепрокрученный через венормку. Ну и, наконец, есть еще один член, полученный Тинкельштейном. Это член, связанный с перенормировкой взаимодействия, благодаря беспорядке. Приехали? Да, теперь это все. Исходно было сделано, как я говорил, много лет назад. Но приобрело в более поздние времена снова. Значит, больше интерес, больше интерес, существенно больше интерес, чем никогда. Потому что появились эксперименты, которые показывали, что в нумерных системах происходит что-то проходит. И это вот исходные эксперименты, это эксперименты крафтчника, педалового. И у них, из тех пор, еще много экспериментов, но вот примерно, это, по-моему, с самого первого, но они выглядят примерно так, что имеется набор климингов, которые для разных концентраций. Вот здесь, видите, можно было видно, здесь разные концентрации. И это сопротивление, как функция температуры. Вот видите, вот здесь мы видим, и вот что происходит. Сопротивление, как функция температуры. Да, мы используем вверх. Вверх, основная функция температуры идет сильно наверх. Экспенциация. И это то, что мы как бы нормально вяжем двумерная система. Это двумерная система. При понижении температуры мы взяли грязную систему. Сначала была как бы сравнительно слабая локализация, а потом плава открытая. Пошла экспоненциальная локализация. Изалят. Вот так идет всегда нормальный изолят. При понижении температуры сопротивление становится все больше и больше. Оно экспоненциально растет. Оно не становится, конечно, совсем бесконечностью, потому что здесь происходит так называемый прыжковый альпроматика за счет взаимодействия электроны сфотализовались, посидели где-то, там есть фаноны вокруг, фаноны им помогают, по сути это то же самое, дефейсинг, но смотрите, что происходит здесь, все наоборот, при понижении температуры идет вниз, сопротивление как будто бы система хочет быть, металл, то есть такое ощущение, что при изменении концентрации происходит переход металла-халяптора. Ну и было много копьев сломано за последнее время по этому поводу, но что это такое? Но, по-видимому, это действительно проявление вот этого самого переклада металлозаряда за счет взаимодействия, и это вот уже более-менее, вроде бы, эти фитеричные. Крузом, там, сочетали дополнительно вторую петлю, там, вот и долин, и нарисовали вот тремя круповой поток. По осям, это сопротивление, это взаимодействие. И тут так выполнено элементом, что очень видно, что все течет либо сюда, либо сюда, зависит от того, где вы начнете. Но если вы начнете в этой области, вы течете вот в этой точке, то есть вот здесь и все. Вот эта точка, это изолятор, это, видно, что это бесконечная Т, и все. Большое, очень большое сопротивление нулевое взаимодействие, это наоборот. Нулевое сопротивление. В чем разница между вот верх и нижней кривой, вот, на прямой рисунке? Нет, нет, она ведется как изолятор, она ведется как проводник. А, что меняется? Концентрация. Да, меняются эти параметры. Теоретически, конечно, можно было бы, например, менять концентрацию примесей, но экспериментаторы, не можно образца менять. Экспериментаторы меняют концентрацию электронов образца. Есть гейтинг, в котором можно менять концентрацию электронов. В котором менять концентрацию электронов, то эффективно меняется сопротивление. То есть просто надо сравнивать конституцию электронов с конституцией клиниси. Клиниси, я так не пойму. Вы меняете, видно, что вот здесь при высоте температуры вы просто меняете то стартовое сопротивление, которое у вас есть на высоте температуры. Это такое классическое сопротивление. И в зависимости от него вы течете, и сюда, и сюда. А вот еще эта точка, а типо-ферметичный точек какой-то получился у вас? Вот как может эта фазовая диаграмма разветвляться и сюда свалиться, и сюда? Ну, это как бы нормально для, так обычно не происходит в фазовой переход. Да, у вас есть... Это у вас есть... Вот это критическая точка. Такая фиксированная точка, которая интересует переход. То есть это фиксированная точка, из нее вы куда-нибудь еще сюда. Дальше вот это критическая поверхность, с которой вы стекаете в эту фиксированную точку. А если вы изучите стороне этой критической поверхности, то вы утекаете сюда и сюда, правильно? Я думаю, что это второго рода. Вот, ну вот, значит, стартовая... Да, значит, давняя наука сейчас снова... Популярная эта, потому что там всякие разные, допустимые дальнейшие развития, то есть активные, которые бывают исследоваться и развиваться, и экспериментально и теоретически. Да. Если есть еще какие-то вопросы, то спрашивайте. Я уже говорил, что, значит, эффекты взаимодействия бывают, кроме того, что это эффекты, которые вот здесь предучтены, это эффекты вот этих перенормировок, которые за счет виртуальных процессов, фактически перенормируют потенциал. Ну, есть и другой класс эффектов взаимодействия, которые, есть эффекты неупругие, приводят к диффазировке. Значит, в принципе, то есть это просто означает, что электрон, как частица, есть конечное время жизни, в том смысле, конечно, электрон, в своем количественном состоянии какое-то время живет, потом происходит какой-то процесс, он уходит в другое. Теперь, как найти вот этот элемент распада, еще раз сказать, что электроны, разумеется, остаются электронами, но раз с точки зрения его в кладе частицы, там все эти окружающие, ну, значит, первая хранит его сосчитать диаграммами, как мы обычно знаем, как это делается. Вот он сосчитает первую диаграмму для этого процесса. Оказывается, что такая диаграмма разойдется, поэтому это слово «время жизни», оно вообще не очень хорошо определено. Нужно вычислять аккуратнее, не просто диаграмма, и правильный способ вычислять его на другой базе классическом, где связано с гидравлым путем, и вот правильно определенное такое время жизни, его принято называть «время диффазировки», и назначается «тауфи», и оно всегда будет вести себя как температура, точнее, обратное время, скорость распада. То есть, температура в какой-то степени означает, что при нулевой температуре идет в ноль, да? При нулевой температуре все как ею. Но при конечной температуре есть вот эти негативные процессы, которые делают время жизни. Конечно, да? Теперь способ вычисления была такая совершенно очень знаменитая работа, которая, по-моему, в некоторых ситуациях больше там использована, еще и Рома Хмельницкий, которые сказали, на самом деле, очень простую, совершенно замечательную вещь, и полями они сказали, что как узнать эффект у них электронов на этот электрон? Понимаете, заменим все остальные электроны? Просто шум, да? Представим, что этот электрон двигается в таком вот шумовом поле. Теперь это просто натиславский шум, плюс свои другие и все остальные электроны. И сочетать его можно после операционной дисципликционной тяги. Мы его не засидимы, мы не знаем, пропаганды взаимодействия но, разумеется, такой формулой можно будет пользоваться не всегда, потому что это такое заменяемое настоящий квантоэффектор, просто классическим шумом, и поэтому ей можно будет пользоваться только на частотах меньших температур, для соответствующих числозаполнения соответствующих бозонных модулей. Потому что мы большие, и поэтому будем такая классическая. Настоящее время времени взлетать люди, которые пытаются использоваться, там здесь пользоваться нельзя, получается, эти абсурды, наши суда и свои сроки, к сожалению, но заниматься не будем. А, значит, если сделать правильно, и, значит, ну, как и нужно, значит, нужно сочетать сначала вот эту пропагатора, которая определяется, для этого можно взять взаимодействие, и учесть, что она экранироваться электронами, как обычно, экранировками. и в результате окажется, что интеграл для зачастую время Тауфи дается таким интегралом, где омега это просто интеграл по тем шумящим частотам, которые все в форме Тауфи еще на разных частотах они все мутифазируют, нужно по ним по всем проинтегрировать. Максимальная частота температуры, как я уже сказал, но этот интеграл оказывается, что он просто расходится, если размерность небольшая, то он расходится инфракрасно, и именно поэтому пертурбативные вычисления оказываются недостаточно. а аккуратное вычисление просто приводит к тому, что нужно самосогласовывать на игровую время. Ну это можно показать аккуратно, но оказывается, что просто нужно поставить сюда в качестве времени. Ну и это можно понять, почему это так происходит, что частоты меньше, если у вас есть какое-то время жизни, то частоты меньше, чем обратное время жизни, такие маленькие, что за это время ничего не бывает прийти, не надо. То есть у вас будет норматичный пакус? Да, да, сейчас, я думаю, что как раз сейчас будет идеально. Хорошо? Вот, и получаются вот эти ответы, которые для этого времени жизни, и это опять же экспериментально все проверялось, а в это время извлекается из слабого коррессионной поправки. Помните, я вам показывал такой печок на маленьких магнитных полях, в момент сопротивления, и говорил, что печок тем выше, чем длиннее время талфи. То есть можно развить хорошую теорию, и аффитировать соответствующие функции, где талфи будет находиться как параметр, талфи дальше делается при разных температурах и в разных металлах и размерностях это извлекалось, то есть это одномерие, это кваде одномерие, это двумерие, это разные части. И тут есть теоретические линии, точнее, блок масштаб по этой степени понимают, и экспериментальные точки, видимо, что они очень разумно по крайней мере уважаются. То есть это означает, что хорошо понимают, что происходит в этих системах и с этими неукрунными процессами дифференции. Да, есть диффузировка, конечно, влияет не только на процессы титулоскловой лобализации а также на другие квантные конференционные эффекты типа профиленции в колечке эффекта ровного бома. Оказывается, что здесь несколько другое время дифференции по-другому идет, чем пробовать. Вот именно за счет того, что оно по-другому самосогласованное инфрогрессное обрезание здесь по-другому устроено, не само согласованное. Но это опять же все время мы делали, экспериментально провели. Эксперимутаторы тоже сходятся. Да, и это последнее, что я скажу. Мы сделаем перерыв. Вот эти эффекты диффузировки тоже важны и в окрестностях переходов. Я сейчас опять говорю про маленькие поправки, слабые лобализации, как они определяются диффузировкой. Эти эффекты важны и в переходе. что они делают в переходе? Они его размывают. Переход, например, металлоизолятор, который я говорил, это квантовый фазовый переход. Преход, который скромно реализируется переходом только к нулевой температуре. Вы меняете какую-то концентрацию, у вас до некоторой концентрации есть изолятор, значит, проводился точный ноль. Начинается концентрация металлов, проводился не ноль. точный концентрация примесей, или концентрация металлов. При конечной температуре такого, разумеется, не будет. Точный ноль. Тем самым переход будет выше. Чем уменьшится температура, тем более он будет резким. Это размытие перехода определяется эффектом, который родственен этому самому дефейзингу, но теперь уже точки квантовых фазовых переходов. И это вписывается в общую теорию этих квантовых фазовых переходов. Называется динамический скелинг. И из общей теории понятно, что такое время или ширина этого перехода скелироваться с температурой с какой-то степенью. В соответствующей степени называются динамическими этими. Опять же, это активно исследуется в переходах металлоизоляторов, которые наблюдаются в изучающих некоторых системах переходов в квантовом секции холла, о котором я скажу в следующую секцию, в которой не совсем есть переход металлоизоляторов, но рост. сеть, да? Да. Сеть, да? Да. Сеть, да? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . .